Какие замечательные все-таки люди организуют эту акцию, когда музеи абсолютно бесплатно принимают всех желающих. Для нас придумывают какие-то программы. Приходите, смотрите, участвуйте и получайте удовольствие. Акция «Ночь в музее», которая прошла в Сарове 25 мая, была десятой по счету. Говорят, что 9 ее площадок посетило более 11 тысяч человек. На площадке военно-исторического общества 1945 вход свободный всегда. Энтузиасты, которые вкладывают в их организацию немало собственных средств и не помышляют о том, чтобы продавать входные билеты. Самая удаленная от центра города – это точка – военно-исторический музей на улице Солнечной. На этой площадке тяжело что-то особо сильно новое сделать. Но поскольку в этом году не было поля боя, реконструкция, мы решили перенести очень понравившуюся в прошлом году детям, особенно, полосу препятствий и чуть-чуть ее расширили. Интересный квест, который надо будет пройти, в том числе завершаться он будет тем, что надо будет подбить немецкий танк. Гостей участники военно-исторического общества 1945 подчевали кашей из полевой кухни. Рассказывали, что были еще и соки для детей, но мы этот момент уже не застали. Зато застали тематическое караоке, которое также было организовано здесь впервые. «Расплескалась синева, расплескалась, по петлицам разлилась, по погонам, я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по суровым, по десантным законам». С «Библионочью» присоединяется к участникам акции библиотека имени Маяковского. В ее стенах тоже есть музейные экспозиции, но мы задержались в бальном зале и понаблюдали за тем, как посетители разучивали танцы минувших веков. «Пятка, носик, топ-топ-топ, право, право, лево, лево, право, право, лево, право, право, лево, лево, право, право, лево, лево». «Мы вспоминали танцы прошлогоднего бала в этой же библиотеке, это танцы 16 века, и научили людей танцам 19 века, таким как польки на троих. В последующем мы их хотим научить таким, как мательник, интроданцам и даже кадрилям». «В 16 веке религия играла большую роль, то в 19 веке люди становятся более светскими». Юбилей в этом году не только у акции «Ночь в музее в Сарове», но и у городской художественной галереи. Она открылась 10 лет назад, 28 мая. Галерея побаловала посетителей сразу двумя новыми выставками. На втором этаже разместили работы из керамики двух московских художниц – Елены Потаповой и Елены Мач. Благодаря воображению и мастерству первой на свет появляются совы, лягушки, львы, коты и прочие совершенно изумительные сказочные светильники. Елена Мач говорит о коллеге так. «Невозможно прекратить любоваться несколькими вещами. Вы смотрите на огонь, на воду и как работает Елена Потапова. Это большой мастер действительно. Во-первых, это потомственный художник». А на первом этаже посетителей встречала персональная выставка Елены Лихацкой – художницы, создающей в картинах добрый и по-своему идеальный мир. Она из Сибири, но сейчас живет в Нью-Йорке и поэтому приехать на открытие своей выставки не смогла. Под уставшими добрались мы до городского музея, точнее до музейного дворика. Хотелось посмотреть на работу кузницы под открытым небом от объединения «Армир». Делаем все помаленечку. Тут уже и цветочки какие-то, и лепесточки делали. И вот тут непонятная фиговина. Все спрашивают, что же это такое. Давай мы сейчас ее... Тут непонятную фиговину возьмем и завернем. И все сразу догадаются. Там оно что-то типа подковы. Нет. Это лом? Ну нет. Кочерга? Вот, это кочерга. Все, что можно слепить из пластилина, можно слепить из железа. Кстати, это не молоток, а ручник. Не будем путаться. Все кузницы обычно обижаются, когда говорят, дай мне молоток. Это не молоток. По моим ощущениям, посмотреть абсолютно все во время акции нереально. Приходится все-таки определять какие-то приоритеты и составлять некий личный план. Надеюсь, вы 25 мая где-то побывали, что-то интересное для себя увидели. И не забыли сказать спасибо людям, причастным к проведению акции, за то, что они нас так радушно всех принимают.